День с толком С надеждой на чудо первому человеку в Алтайском крае поставили прививку от коронавируса. Жизнь станет дороже на 3 рубля. Почему в общественном транспорте Барнаула вырастет плата за проезд? Дом с приключениями жители Демидов парка боятся вторую зиму подряд провести в холоде. Сегодня в Алтайском крае, точнее в Барнауле, поставили первую вакцину от коронавируса. Ее получателем стала главный внештатный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова. В ближайшие дни вакцинируют еще 41 человек. Анастасия Дороган наблюдала за процедурой. Ей слово. То, чего ждали с начала пандемии. Вакцина от коронавируса уже в Барнауле. В первой партии, которую получил Алтай, 42 дозы. Ждут своей очереди в специальном холодильнике. Препарат крайне прихотлив к температуре и достанут его только перед самой процедурой. Сразу подчеркнем, первыми вакцину ведут сотрудникам здравоохранения. Но и среди них подойдут далеко не все. Которые у нас не перенесли ранее новую коронавирусную инфекцию. Те, у которых на сегодняшний день нет титров антител о перенесенной инфекции. И уж не говоря о том, что нет иммуноглобулинов класса М, которые свидетельствуют о возможном начале заболевания. Ирина Переладова, главный внештатный эпидемиолог края, взяла на себя смелость стать абсолютно первой. Побочных эффектов не боится, говорит, все о ней знает. Еще 41 доброволец, кроме нее, это терапевты, медсестры, регистраторы, педиатры из разных медучреждений города. Им вакцину должны поставить в течение недели. Ну вот и что, прививочная компания открыта. Через 21 день Переладовой поставят вторую часть вакцины, если все пройдет отлично. Все это время за состоянием привитых будут следить врачи, чтобы понять, как организм реагирует на новый препарат и учесть это в будущем. По словам министра здравоохранения Дмитрия Попова, в ближайшие недели Алтай получит еще больше 2000 доз. Кстати, ранее Ирина Переладова поставила прививку от гриппа и выдержала время. Выдержали четко 21 день, 28 дней, ну на самом деле 30, да, и поставили эту вакцину. Когда вакцину смогут ставить все желающие, пока неизвестно, но вряд ли в этом году. А что уже давно доступно, так это прививка от гриппа. Ее получили уже больше 400 тысяч жителей края. Ставлю с 10-го года. Болеете? Нет. Процедуру проходят в поликлиниках, ФАПах, выездных пунктах. Здесь за день препарат ввели сотни человек. Очень активно. А как это объясняют? Может, коронавирус из-за коронавируса? Очень мало бывает осложнений, одна на 100 тысяч может быть. Работать мобильные пункты будут до конца недели. На площади Сахарова и Мира они открыты с 10 до 16 часов. Анастасия Дороганрих, Сейфризин, День с толком. Между тем, статистика по заболеваемости не радует. За минувшие сутки еще 81 человек заболел коронавирусом. 8 скончались. Всего в Алтайском крае на сегодняшний день 13 298 инфицированных. За весь период пандемии умерло 452 человека. Тяжелобольных пациентов 155, подключенных к аппарату ИВЛ 75. Сегодня тест на коронавирус подтвердился и у некоторых парламентариев. Сколько именно человек заболели, в законодательном собрании не уточняют. Известно, что у председателя КЗС Александра Романенко тест отрицательный. А между тем, возле диагностического центра ежедневно скапливается огромное количество пациентов, желающих проверить свои легкие. Ажиотаж у дверей центра наблюдался и пару недель назад. Тогда наша коллега Дарья Эдемиллер с ковидными симптомами и с высокой температурой тоже была в очереди на КТ. В диагностическом было настолько много людей, что соблюдать дистанцию было довольно сложно. Многие стояли, чтобы не садиться рядом на сиденьях, потому что все пытались хотя бы через одно сиденье сидеть. И это воскресенье? Это было воскресенье, 5 часов вечера. Я вышла оттуда в 7, а люди продолжали приходить. Отметим, что талон на КТ Дарья ждала 6 дней. И только вчера стало известно, что в диагностическом центре, чтобы избежать огромных очередей, подключат дополнительный второй аппарат компьютерной томографии. К другим темам. Тарифы на проезд в барнаульском общественном транспорте повысили. Решение приняли сегодня на заседании городского координационного совета по ценообразованию. Перевозчики давно просили повысить цены на билеты, но с сегодняшним решением не удовлетворены. Недовольны им и пассажиры. Как эксперты предлагают чиновникам угодить сразу всем, смотрите в сюжете. Проезд будет дороже на 3 рубля, но если захотите оплатить электронным проездным, только на полтора. Такое решение – итог заседания Барнаульского координационного совета по ценообразованию. Было рассмотрено предложение перевозчиков о повышении тарифов. Были доложены результаты экономической экспертизы. Предложено сохранить все действующие льготы. Кто пользуется очень много общественным транспортом, смогут экономить на проезде. Когда за проезд придется заплатить дороже, пока неизвестно необходимо постановление. Перевозчики в ожидании повышения тарифов они просили давно. СМИ заговорили о проблеме еще в августе. Мы тогда тоже узнавали мнение бизнесменов. Мы, собственно говоря, подавали заявку на пересмотр тарифов еще в феврале 2020 года. Это еще до событий коронавирусной инфекции. Хотя я, конечно, должен отметить, что коронавирусная инфекция усугубила наше положение и очень сильно. Значит, пассажиропоток падал на 70% от нормальных значений. Мы не знаем, учитывали члены Координационного совета последствия пандемии или нет. Но, по сообщению мэрии, причиной повышения цен стало удорожание запчастей, топлива и необходимость повышения зарплат работникам. Бизнесмены говорили еще и о замене подвижного состава и ремонте. По их мнению, повышение тарифов всего на 3 рубля не позволит даже расплатиться с кредитами. Этого мало. А вот пассажиры чаще другого мнения. Вы как смотрите на это? Конечно, отрицательно. Куда уже поднимать-то и так уже. Сейчас поднимется и на бензин, и на все поднимется, и на коммунальные услуги, и на все. И так люди зарплаты не видят, не получают. Кажется, уже некуда повышать. И так дорого, я считаю. Со стороны пассажира плохо смотрю, потому что, конечно, зарплата у нас не повышается, а тарифы везде растут. Со стороны перевозчиков их тоже могу понять. Им тоже нужно зарабатывать. У них, соответственно, тоже их цены повышаются, и у них большие затраты. Чтобы снять нагрузку с пассажиров и при этом помочь предпринимателям, Ассоциация пассажирских перевозок еще раньше предлагала чиновникам принять уже продуманную стратегию. Это федеральные средства задействовать надо, краевые средства, городские средства, перевозчиков средства, заемные средства. И тогда только, и в конце это только повышение тарифа. А сегодня, как я уже сказал, начали с обратного, с повышения тарифа. Себестоимость проезда уже намного больше 30 рублей. Ну, на пассажира столько нельзя возлагать. Положение в сфере пассажирских перевозок эксперты называют бомбой замедленного действия. Транспорт обновляется медленно, квалификация водителей низкая из-за низкой зарплаты. Так что есть две стратегии. Или привлекать инвестиции, или как обычно. Что делать? Скрепим зубы, будем жить? Андрей Дреер, Алексей Фризин. День с толком. На пешеходных переходах в Барнауло вновь произошло две аварии. Одна с трагическим исходом. Сегодня на регулируемом переходе у гипермаркета Алтай водитель 1938 года рождения сбил женщину примерно 40 лет. Сразу после этого она попала под колеса другого автомобиля. Что именно стало в итоге причиной гибели, пока неизвестно. А вот жизнь другой женщины вне опасности. Под колеса 68-летняя горожанка попала тоже сегодня, когда переходила пешеходный переход на пересечение Исакова-Попова. Отметим, за последние дни число аварий на дорогах резко выросло. Многие заканчиваются трагически. Автоэксперт Алексей Куреленок утверждает, что по данным статистики созданного им сообщества, количество ДТП на дорогах растет. В апреле, майя и осенью, в сентябре, октябре. Причин, по его мнению, несколько. Я считаю, что это связано, первое, с погодными условиями. Меняется атмосферное давление, магнитные бури. Плюс, получается, лето на осень переходит у людей. Даже психологи мне написали, что депрессники все их накрывают. Следующее – это постоянные дожди и плохая видимость в вечернее и в ночное время, так как светлое время суток становится короче. Вот уже в семь, уже реально темноватый. И вот эти вот сумерки, а людей на дорогах много, они очень сильно влияют на это. И в этой связи он согласен с предупреждениями автоинспекторов, которые регулярно обращаются к водителям с просьбой быть осторожнее на дорогах. А пешеходам советуют использовать светоотражающие элементы, чтобы быть заметнее. В Барнауле на одном из предприятий разрушилась емкость с нефтепродуктами. Произошел их разлив и возгорание. К счастью, это лишь учения МЧС, которые прошли накануне. В масштабной тренировке также приняли участие сотрудники МВД, Роспотребнадзора, Минприроды и других ведомств. Им было необходимо отработать алгоритм совместных действий. На место условной чрезвычайной ситуации прибыл пожарный поезд. Спасатели провели пенную атаку, предупредили возгорание соседних резервуаров с нефтепродуктами. В девяти муниципальных образованиях Алтайского края, главным управлением МЧС России, организована работа всех необходимых подразделений. Работа, в которой принимает участие на сегодняшний день более тысячи сотрудников. Силы и средства действовали на оценку удовлетворительно. Проведены дополнительные разборы, приняты дополнительные меры по повышению качества и реагирования данной чрезвычайной ситуации. К другой теме. В Алтайском крае продолжается подача тепла в дома и социальные объекты. Сегодня в отопительный сезон вошел на Валтайск. Тепла с нетерпением ждут и жители Демидов парка. Ждут и боятся, что повторится ситуация прошлой зимы, когда они в буквальном смысле замерзали в квартирах. Подробности далее. Мы ее заделали, утеплили. И здесь было, вот, у нас цвело. И вот я уксусом отделала, но сейчас ждем, что будет дальше. А дальше страшно, говорит пенсионерка Надежда Егоровна. Прошлой зимой батареи в ее квартире были чуть теплые. Одна из стен вообще промерзла и блестела от снега. Управляющей компанией сказали утепляйтесь сами. Пенсионерка взяла кредит и утеплилась на 50 тысяч. Однако все равно в ее квартире, как в летней палатке, дует из всех щелей. Вот здесь вообще дует. Или с фасада дует, не знаю откуда. Пенсионерка надеется, что тепло до нее дойдет. Ей больше не придется платить за его отсутствие 1300 в месяц. Это без учета электричества. Обогреватель в прошлую зиму работал круглые сутки. В подвешенном состоянии потепло и другие жильцы. В прошлом году на холод в квартирах жаловались десятки человек. Тем не менее, жилье в холодном доме все-таки рискуют покупать. Вы боитесь ли, что будет холодно? Мы боимся. Нас, говорю, еще раз предупреждали. Но стоимость квартиры нас заинтересовала, поэтому выхода не было. Люди жалуются, что управляющая компания «Успех» не идет с ними на контакт. На все жалобы отправляют либо к застройщику, либо говорят, что они сейчас на самоизоляции. У нас получилось связаться с ними по телефону. До 10 октября идет запуск тепла. Соответственно, проводится регулировка системы отопления. Возможно, что где-то будет вставать, не вставать. Слесарь и так не вылазит с этого дома. Получается, кому повезет в этом сезоне, будет спать в тепле. Кому нет, стоит запастись одеялами, обогревателями и деньгами. Считать за коммуналку с учетом обогревателей будут немаленькие. Еще один вариант – последовать примеру многих. Попытаться продать проблемную квартиру. Валентина Аскирова, Андрей Печоркин. День с толком. Доллар дорос до апрельского показателя. Сейчас он стоит 77 рублей. При этом эксперты называют несколько причин ослабления рубля. Например, негативные настроения мировых инвесторов. В частности, из-за коронавируса. Впрочем, барнаульские экономисты не спешат делать выводы. По их словам, ситуация еще будет меняться. Но качественного утяжеления отечественной валюты ждать не стоит. Тем более, что по мнению одного из экспертов, и такая ситуация может быть выгодна. Дешевеющая валюта – это, соответственно, повышение конкретноспособности, если говорить об экспортерах. А для правительства это наполнение бюджета, то есть балансировка. Больше денег поступает в бюджет в виде налогов. Верхняя граница сейчас, которой держатся игроки рынка – это 80. А дальше уже, если ее пробьют, и не на один-два дня стабильно, то там сложно сказать уже, как будут развиваться события. Конечно, он будет скакать, потому что впереди, я думаю, у нас тут ожидают еще санкции с стороны Евросоюза и Америки. В связи с делом Навального вызывает большой отток долларов из страны. И, соответственно, он будет расти. Это будет нам стимулом для того, чтобы производить собственную продукцию. Сельское хозяйство-то у нас, в общем-то, адаптировалось в условиях изоляции. В среднем, считают эксперты, доллар сейчас будет держаться на отметке 72-73 рубля. До конца года существенных изменений не предвидится, но рост цен мы можем ощутить уже в ноябре-декабре. Пятилетнему Артему из Барнаула срочно требуется обследование в столице России. Малышам мучают сильные боли, а точный диагноз врачи региона поставить не могут. С просьбой о помощи в нашу редакцию обратилась мама мальчика. Мария Микшута продолжит. Вот так пятилетний Артем играет со старшим братом, когда не беспокоит боли. На дискомфорт в животе начал жаловаться весной. Мама мальчика заметила, что ребенок стал возбужденным, агрессивным и нервным, а врачи поставили диагноз. Написал заключение о том, что у ребенка врожденная энцефалопатия неуточненного генеза на фоне генетических мутаций. И подозрение у него на синдром Смит-Магенис и ихтиоз. Проблемы со здоровьем у малыша были и раньше. С рождения страдал аллергией. Не так давно перенес две операции на глаза. Точно определить диагноз в регионе возможности нет. Маму и малыша направили в Москву. Я позвонила в медико-генетический центр. И в силу того, что ребенок в последнее время стал плохо есть, они мне дали талон на 28 сентября. Потому что нужно проверять, смирять, что происходит вообще. И мало того, что он стал плохо есть, у него постоянно воспаленные анализы. На фоне чего врачи говорят, я не знаю, мы не знаем. С просьбой о помощи Екатерина обратилась в соцсети. Женщина говорит, в самый трудный момент папа Артема отвернулся от них. Их помогли неравнодушные. Но нужной суммы не набралось. Хватило лишь на билеты до столицы. На сегодняшний день для обследования в медико-генетическом центре не хватает 92 тысячи рублей. Реквизиты, по которым можно помочь ребенку, на экране. Мария Микшут, Алексей Фризин. День с толком. Кстати, силами барнаульцев получилось собрать деньги на дорогие лекарства в приют Ласка. На днях там произошла вспышка калицивироза. Это опасный кошачий вирус. Болезнь поражает верхние дыхательные пути, глаза, рот, кошек. А еще вирус обходится в круглую сумму для приюта, который и так постоянно наращивает долги. Так кто же стал нулевым пациентом в Ласке и почему бездомных животных нельзя подбрасывать в приют, расскажем в нашем сюжете. То есть у нее влажный корм, она сейчас даже влажный корм не может кушать. Но мы все равно кладем, потому что все равно постепенно идет на восстановление. Четвероногий пациент пять дней не принимает пищу. У кошки сожжено язвами 90% языка. Виной всему калицивироз. Кошачий вирус попал в Ласку с коробкой котят, которых подбросили в приют. Это один из них. Малышей отправили в карантин, но они все равно заразили сородичей. Сейчас болеет уже 13 кошек. Болезнь поражает глаза, язык, верхние дыхательные пути. На днях вирус забрал первую жертву – кота Тибета. Это возрастной котик, который перенес две операции. У него были проблемы со слуховым аппаратом. То есть кот был абсолютно здоров. Готовился уже к последним обработкам и высадке в общее помещение. Ну, к сожалению, погиб. То есть у него было именно самое такое молниеносное течение калицивироза. Мази и капли от калицивироза очень дорогие. Приюту даже пришлось попросить о помощи, чтобы выкупить необходимые лекарства. За несколько дней барнаульцы собрали нужный объем препаратов. Лекарства больше не нужны, но в приюте по-прежнему остро нуждаются в пеленках, пахилах, одноразовых перчатках, антисептиках, шприцах. И очень просят не подбрасывать животных. Здесь их принимают только когда освобождается место в приюте. В порядке очереди. Вчера нам пачками везли котят, пытались подкинуть. Мы объясняем, что, ну, ребята, это котята-смертники. Как бы, если вы взялись, то берите на передержки, переустраивайте. Ну, либо пройдите мимо, найдется тот, кто действительно поможет. Не пытайтесь тащить котят туда, где они пожизненно будут вирусоносителями. И вообще у них есть риск погибнуть в первые трое суток со слабленным иммунитетом. Потому что если у нас даже наши привитые котята умудряются сейчас быть в таком состоянии, то котята, поступившие в небе, без каких-либо обработок и приюек, ну, это сразу. Сейчас карантин у всех кошек в приюте, даже у здоровых. Их не отдают в новые семьи. Перед болезнью Дымок нашел своего хозяина, который был готов принять котенка даже с ампутированной лапой. Из-за кальцивироза котенку скоро удалят глаз. Но мы верим, что это никого не остановит, и Дымок обретет новый дом. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. Массовое нашествие клопов наблюдают в эти дни наши соседи, жители Республики Алтай. По словам сотрудников Алтайского биосферного заповедника, на Телецком озере летающие насекомые заполонили прибрежную зону. Специалисты говорят, миграция клопов – нормальное явление, которое случается каждый год. Осенью насекомые отправляются на поиск мест для зимовки, преимущественно с юга озера на север. В этом году перелет клопов привлек внимание из-за необычайно большого их количества, причина тому объяснили нам специалисты погода. Из-за теплой зимы, например, или из теплой весны. Вот у нас нынче весна очень рано наступила, и довольно-таки резко. И это поспособствовало увеличению численности. Многие насекомые при этом не долетают до мест зимовки и становятся пищей для птиц. Кстати, если будете в Горном в ближайшие выходные, наверняка еще успеете сделать эффектные кадры. А на этом у меня все. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании Валар. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok